Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Не взирая на целый ряд ограничений, которые были в 2020 году и начале 2021 года, все-таки наш бизнес сохранил, скажем, свое развитие. Как предприниматели работают в период ограничений, расскажу в выпуске. Я в понедельник сделала прививку и все равно маску ношу. Очередной ряд по соблюдению масочного режима провели на общественном транспорте. Люблю вот так выезжать, чтобы поехать, посмотреть там парк, лес. Вот так люблю природу, наблюдать саму природу. И это меня вдохновляет. Выставка двух художниц из Люберец проходит в картинной галерее. Турнир был в Дворце спорта Ирригина. Приехали из Германии со всей России. Выиграл первое место в зал. В округе расширяют возможности занятий борьбой. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберец провели еженедельное оперативное совещание. Начальники управления рассказали об итогах проделанной работы за минувшую неделю. С 18 по 24 октября в межмуниципальное управление МВД обратились 1900 раз. По 37 случаям возбудили уголовные дела. Также произошло 192 дорожно-транспортных происшествия. Один с четыремя пострадавшими. Так личный состав сейчас готовится к постановлению губернатора Московской области за номером 387, 21-10 по локдауну. Для того, чтобы совместно с администрациями, совместно со всеми приступить к проверкам с 28 числа по тому, чтобы соблюдался указ президента, соблюдалось постановление губернатора Московской области. Продолжаются плановые работы по благоустройству округа. Завершается реализация программы «Светлый город». На данный момент установлено 400 опор освещения и заменено 440 светильников. То есть всего было запланировано 413 опор и установка 457 светильников. Данные работы будут завершены до 1 ноября. Уважаемые жители, по всем вопросам работы уличного освещения просим обращаться в единую диспетчерскую службу нашей обслуживающей компании «Дорогострой» или в управление ЖКХ по прямым номерам телефона или в социальных сетях. Благоустройство ведется и на автомобильных дорогах. За прошедшую неделю заделали 18 ям. В рамках проекта «Доступная среда» на трех тротуарах выполнили работы по понижению бордюрных камней и установке тактильной плитки. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с бизнес-сообществом городского округа. Темой собрания стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Также предпринимателям пояснили условия работы в период пандемии. Подробности далее в сюжете. Невзирая на целый ряд ограничений, которые были в 2020 году и начале 2021 года, все-таки наш бизнес сохранил свое развитие. В целом мы не упали благодаря тому, что наши бизнесмены достаточно активно ведут себя на рынках и в плане производства, и технологий. Идет обновление. Чтобы выйти из очередного периода ограничительных мер с таким же результатом, власти округа обещают оказать бизнесу посильную помощь. Но сейчас первоочередная задача – остановить рост заболеваемости и тем самым вернуть жизнь в прежнее русло. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Московской области за номером 6 от 11.10.2021 года, в настоящий момент срок до 10.11.2021 года необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентам или однокомпонентной вакцины, а в срок до 10.12.2021 года вторым компонентам до 80% от общей численности работающих согласно пункту 1.1 данного постановления. В первую очередь под ограничения попадают сферы бытовых услуг, общепита и розничной торговли. Работать в обычном режиме смогут только продуктовые магазины, аптеки, салоны оптики при наличии медицинской лицензии. Также в этот перечень вошли торговые точки, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости составляет более 30%. Могут работать сельхозяйственные рынки, ярмарки, могут работать шиномонтажи, автомойки, автосервисы. Но если где-то есть и предусмотрен зал ожидания, он не должен быть функционирован. Магазины торгующих табач и алкогольные продукции также могут работать. Специализированные магазины детских питаний могут работать. Зоомагазины могут работать. Не попали под ограничения магазины ритуальных товаров и похоронные бюро, а также киоски по продаже печатной продукции. Напомню, нерабочие дни объявлены в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава городского округа ответил на вопросы жителей. Встреча состоялась в онлайн-формате в связи с введением ограничений из-за распространения коронавируса. Красковская больница продолжает принимать пациентов с COVID-19. Койки развернуты и в физкультурно-оздоровительном комплексе Люберецкий. При Московском областном центре охраны материнства и детства открыли стационар на 50 коек. В поликлиниках изменился график работы. Вопрос, как будут работать поликлиники во время пандемии. Возможно ли попасть на запись или только экстренно? Поликлиники будут работать все дни, кроме 31 и 7 числа. 4 по графику субботы. 30 тоже по графику субботы. Все остальные дни будут работать с 8 до 8. Расписание будет выведено на сайт Люберецкой областной больницы. В округе изменилось и расписание общественного транспорта. Автобусы и маршрутки с 28 октября по 7 ноября работают по воскресному графику. Однако даже стандартному расписанию следуют не все водители. Больше года общественный транспорт по маршруту станция Малаховка-Санаторий Малаховка не работает по графику. Водители хамят, говорят, мы не поедем, вы не прибыльный маршрут, зачем мы повезем два человека. Я думаю, вопрос надо вынести и на комиссию по безопасности дорожного движения, либо на комиссию с транспортниками. Его разобрать, потому что жалоб по Малаховке на транспорт много. На встрече прозвучали вопросы и по газификации, освещению и благоустройству. Все обращения жителей занесли в протокол. В округе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Особое внимание уделяют общественному транспорту. Ежедневно руководители компаний-перевозчиков и сотрудники администрации проверяют водителей и пассажиров на наличие средств индивидуальной защиты. Пользуйтесь обязательно на транспорте, не забывайте. Забывать о масках действительно не стоит, особенно в общественном транспорте. В автобусах и маршрутках вероятность подцепить инфекцию наиболее высокая. Напоминание о необходимости носить средства индивидуальной защиты сплошь и рядом. Масочку надеваю, маску. Пассажиры относятся к этому требованию с пониманием. В отличие от периода, когда была первая волна коронавируса, сейчас люди осознали, насколько важно носить маску. Я в понедельник сделала прививку и всё равно маску ношу. В связи с такой ситуацией, я думаю, что их надо носить сейчас. Те же требования и к водителям общественного транспорта. Во время поездки им запрещено снимать маску. Более того, после каждого рейса они обязаны обрабатывать поверхности в салоне автобуса. Соблюдение этих мер под строгим контролем. Каждый день мы проверяем наличие масок у водителей, обеспечиваем масками самих водителей, также выдаём маски для того, чтобы они выдавали пассажирам. Каждый день производим выезда на линии, проверяем машины, проверяем соблюдение масочного режима. За несоблюдение мер безопасности руководство транспортной компании наказывает своих сотрудников. И если в первый раз это просто предупреждение, то при повторном нарушении штраф или увольнения. За ответственностью пассажиров и водителей следят и волонтёры. Они не только наблюдают за тем, чтобы все были в масках, но и вручают средства защиты тем, кто забыл позаботиться о сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. В Люберцах проходит благотворительная акция «Петелька добра». Учащиеся школ, студенты и представители общественных организаций вяжут вещи для детей, которые появились на свет раньше срока и находятся в реанимации. Самых активных участников проекта наградили благодарственными письмами. В отделении реанимации Московского областного центра охраны материнства и детства выхаживают недоношенных малышей даже с экстремально низкой массой тела. Кроме работы врачей, большую роль в выздоровлении маленьких пациентов играют вот эти вязаные вещи. Это только на первый взгляд может показаться, что аксессуары только лишь создают уютную домашнюю обстановку. На самом деле они выполняют еще одну важную функцию. Носочки, которые вяжутся из натуральной шерсти, они немного колются, они стимулируют рецепторы, которые находятся на ножках. И тем самым, как профилактика апнея у новорожденных. Потому что очень часто у недоношенных детей вот эти проблемы бывают именно апнея, когда дыхательный центр не готов дышать самостоятельно. И тем самым мы стимулируем работу этих центров. А вот эти осьминожки имитируют пуповину и помогают воссоздать внутриутробную среду. Важную для эмоционального состояния малыша игрушку создают по определенным правилам. Наши осьминожки, первые игрушки малыша, должны быть строго из хлопчатой бумажной, из хлопка. То есть вот из таких ниточек. Эту игрушечку вначале дают маме, которая держит ее на груди, пропитывается запахом материнского молока, а потом передают торопышке. Необходимые предметы для детей, требующих особого внимания, создают неравнодушные люди. Среди них студентка медицинского колледжа Татьяна Лосева. За свою активность и доброту она получила благодарность от общественной палаты городского округа. В будущем я планирую стать педиатром. И я очень люблю детей, поэтому хочу помогать детям в будущей студентке. Незаменимые участники акции представители Люберецкого отделения союза женщин Подмосковья и сотрудники пехорского текстиля. Фабрика помогает пряжей, а общественницы – рукоделием. К благотворительному проекту присоединился также коллективы-воспитанники 41-й гимназии. Луиза Иеги Азарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжается реализация программы здравоохранения Подмосковья. В число объектов, которые подлежат капитальному ремонту, вошло патологоанатомическое отделение Люберецкой областной больницы. Работы в здании уже находятся на заключительном этапе. Патологоанатомическое отделение закрыли на ремонт в середине июля. Перед подрядчиками стояла колоссальная задача придать зданию 60-го года постройки современный ухоженный вид, а также полностью привести в порядок всю коммуникационную сеть. Конечно, и стены были обшарпанные, и коммуникации выходили из строя. То есть и санитарам, и лаборантам приходилось порой трудно. Были заменены и инженерные коммуникации, и интернет, водоснабжение тоже. Все коммуникации, которые нужны для работы, все было поменено. Работы затронули патологоанатомическое отделение, помещение судмедэкспертизы и морфологическую лабораторию. Косметический ремонт провели на всех этажах здания и на лестничных клетках. Люди, когда приходят, заходят и в такие печальные дни и минуты, то они должны зайти, по крайней мере, в нормальное заведение, где и как-то чисто, и опрятно. Да и врачи работают, они должны быть в нормальных условиях. В течение трех дней в корпусе завершится монтаж вентиляции. Затем начнется установка оборудования и мебели. К своим обязанностям сотрудники отделения приступят не позднее 3 ноября. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Накануне 80-летия победы битвы за Москву в Люберецком музее Великой Отечественной войны в Доме офицеров встретили сотрудников мемориального комплекса «Партизанская поляна». С гостями из Брянской области познакомилась наша съемочная группа. Оружие, документы и личные вещи военных представлены только в одном зале Брянского музея. Здесь показана история зарождения партизанского движения. Представлена и военная техника, танки, пушки, вертолеты. На территории комплекса горит вечный огонь в виде партизанского костра. Сейчас у музея появилась возможность показывать документальные и художественные фильмы, которые рассказывают о героях Великой Отечественной войны и, конечно, в первую очередь о партизанах. На территории мемориального комплекса расположена аллея памяти, на которой занесены имена всех погибших партизан. Их свыше 8 тысяч человек. Центральный штаб партизанского движения в Брянске открыли летом 1942 года. Однако отряды действовали уже в сентябре 1941-го. Одним из них руководил Дмитрий Кравцов, секретарь горкома партии. Руководитель партизанского отряда погиб буквально на первых неделях действий партизанского отряда. Место его гибели находится недалеко от партизанской поляны. Наша задача в Олюберцах состоит в том, чтобы поговорить о том, как в 1941 году накануне московской битвы Брянская земля сумела содержать на значительное время продвижение немецких войск к Москве. Идея организовать встречу двух музеев возникла еще в прошлом году. Люберецкие школьники и дети войны часто выезжали в Брянскую область перед значимыми военными датами. День начала войны, там, допустим, день памяти и скорби, день, допустим, битвы за Москву, там, юбилейные какие-то даты. И мы, вот, не считая пандемию, практически каждый год выезжали. И всегда нас там встречали, ну, просто, вот, как свои родные люди. Юнормейский отряд «Беркут» и ученики 44-й гимназии – представители младшего поколения. Им рассказывают истории ветеранов и воспитывают любовь к родине. Патриотизм – это когда ты служишь стране. Наши сражались за страну, чтобы у нас было хорошее будущее. Для гостей из Брянской области подготовили трехдневную программу мероприятий. Это встреча с Московским Советом ветеранов, посещение Музея Победы на Поклонной горе и Никола-Угрешского монастыря в Держинском. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В картинной галерее открылась персональная выставка двух люберецких художниц Анжелы Бунчук и Оксаны Зубковой. На суд зрители свои картины они представили впервые. Среди тех, кто оценил творчество живописцев, оказались и мы. Творческий тандем Анжелы Бунчук и Оксаны Зубковой зародился спонтанно, точно так же, как и решение провести совместную презентацию работ. Все произошло на праздновании Дня города. На выставке Люберецкий вернисаж их работы приглянулись сотрудникам музейно-выставочного комплекса. И вот спустя месяц картины висят в Малом зале галереи. Здесь работ немного. Это специальный зал для художников, у которых еще нет в их коллекции большого количества работ. Художницы здесь выставляются интересные. Они поддерживают друг друга творчески. И их полотна, картины, дополняют друг друга. Природа, цветы, птицы и животные. На картинах все то, что делает мир, прекраснее. Художниц может вдохновить на написание нового полотна, вид за окном или даже рассказ друзей об отдыхе на море. Люблю выезжать, чтобы поехать посмотреть в парк, лес. Люблю природу, наблюдать саму природу. И это меня вдохновляет. Все это, что из подсознания ты видишь всю красоту, величие природы, ты переносишь. Я переношу на картины. Хочу показать этот мир. Увидеть мир глазами люберецких живописцев могут и жители городского округа. Дебютная выставка художниц продлится до 31 октября. В Центральной библиотеке имени Есенина проводят мастер-классы по изобразительному искусству. Занятие из-за студии «Карандаш» ведёт художник Юрий Усанов. На мастер-классе побывали мы. Тема занятия «Натюрморт с цветами». Астры, розы или ромашки участники рисуют по разным образцам. На занятия приходят и взрослые, и дети. Ева Сурмалян частый гость библиотеки. Один из любимых кружков из-за студии «Карандаш» под руководством Юрия Усанова. Объясняет, как рисовать их надо. И даёт картинку, чтобы мы по картинке нарисовали. Я сегодня использую карандаши. Мне всё время нравится фломастер, но карандаши удобнее. В Есенинской библиотеке Юрий Дмитриевич работает с 1979 года. Сначала готовил афиши для кинотеатров, был шрифтовиком. На выставках и городских мероприятиях можно увидеть его работы. Многие жители города могли наблюдать 11 сентября на нашей локации исторической. То есть яркая наша тумба, украшенная плакатами, которые могло бы показаться распечатаны. Вот на самом деле их нарисовал Юрий Дмитриевич. Я когда-то занимался очень плотно рекламой. Я делал этикетки на продовольственную продукцию. Детьми им надо же давать какие-то задания, как-то их развивать. Детей. Ну и вот решили давайте организуем студию карандаши. Мастер-класс Юрий Дмитриевич начал проводить в библиотеке в 2016 году. Самое главное правило руководителя студии не мешать начинающим художникам. Если, например, у человека стоять над душой заставлять заставлять или там говорить рисовать так-сяк, ну на следующий день он не придет. Просто я у него отобью охоту. Я знаю это по себе. Это умение рисовать, оно постепенно как бы так приобретается. И если заниматься систематически, это же как спорт. Вот сегодня человек отжался например пять раз, завтра он шесть раз отжался. Также систематически художник старается проводить свои занятия. Каждую пятницу Юрий Усанов рассказывает о великих произведениях и учит смотреть на мир глазами художника. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Победить и вернуться в Люберцах прошел межнациональный спортивно-патриотический фестиваль имени героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Мероприятие включило в себя серию турниров по карате, в том числе и среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Обо всем подробнее в сюжете Луиза Юги Азарян. Флаги 15 регионов России, а также соседних Белоруссии, Абхазии, ДНР и ЛНР. Дворец спорта «Триумф» стал международной площадкой проведения крупнейшего спортивно-патриотического фестиваля. Для Люберец этот праздник уже стал традиционным. Впервые он прошел в городском округе в 2019 году. Мы, в принципе, говорим о территории спорта. Это поистине и правда не спортировано, потому что мы стремимся в спорту на территории Мероприятия, в спорту берем внимание, в спорту пропагандировать. Мы стремимся, чтобы в спорту было начинено как можно больше в нашей жизни. Фестиваль носит имя легендарного командира группы «Альфа» Героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Он лично поприветствовал участников турнира и пожелал им удачи и в жизни и в спорте. Самое, на мой взгляд, главное качество здесь то, что люди оторваны от улицы, от нехороших дел, я подчеркиваю. Они занимаются этим, увлеченно занимаются, тем более, значит, не хулиганят, не озорвуют и так далее. Они готовят себя к серьезной жизни. Мы уже не первый год делаем встречу с Геннадом Николаевичем Зайцевым, с другими героями Советского Советского Федерации, которая с первым в курсе делится своим жизненным опытом с подрастающим поколением, с детьми, с молодежью и сегодняшний день тоже не будет исключением. Соревнования начались с показательных выступлений. Первым свое мастерство продемонстрировал спортсмен-паракаратист Сергей Семайкин. Он доказал, что даже находясь на инвалидной коляске можно дать отпор обидчиков. Не сидите дома, занимайтесь спортом. Победить надо себя. Вернуться в зал, в любой зал, какой бы он ни был, какой бы ни был вид спорта. Но если в мир карате, то великий поклон и всем босс. Затем ковер перешел в распоряжение участников состязаний. Честь городского округа люберцы защищали 190 спортсменов. У одной из них Анастасии Наумовой день рождения. Но вместо празднования юная каратистка предпочла спортивный турнир. Я считаю, что это важнее. Тем более, что я хочу сделать себе подарок, поучаствовать. Тем более, что турниры не так часто бывают. И пропускать из-за дня рождения не. Всего в масштабном турнире приняли участие 900 спортсменов. Это победители и призеры региональных районных и городских соревнований по каратэ. Фестиваль победить и вернуться имени Геннадия Зайцева совпал с празднованием профессионального праздника сотрудников спецназа. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы станут территорией еще одного вида спорта. Администрация городского округа подписала соглашение с Федерацией спортивной борьбы России. Торжественная церемония прошла в лицее номер 15. За ней наблюдала наша съемочная группа. Теперь таких спортсменов станет еще больше. В округе расширяются возможности занятий борьбой. Соглашение, которое позволит развивать олимпийские виды единоборств, уже подписано. Люберцы, люберцы, территория спорта. Администрация у ребят есть уникальная возможность прославить свой род, свою семью, свою фамилию, малую родину. И, конечно, нашу великую страну Россию уступает на самых высоких уровнях, в том числе и на олимпийских играх. Сегодня в городском округе Люберцы занятия по греко-римской борьбе ведут в спортивной школе Олимпийского резерва и в спорткомплексе «Спартак». Тренировки посещают более 350 ребят. Среди них уже есть успешные борцы. Турнир был в дворце спорта Ирыгина. Приехали из Германии со всей России. Выиграл первое место в зал. Хочу в следующем году поехать на чемпионат России и надеюсь его выиграю. Федерация спортивной борьбы России основана в 1993 году. На сегодняшний день она представлена в 76 регионах страны. В большинстве из них борьба базовый вид спорта. Мы претендуем на особое отношение к нашему виду спорта. Это исторические корни, первые Олимпийские игры. Но потом это вид спорта, который доступен буквально любому мальчишке или девчонке. Пойдем в состав федерации, где есть возможность опираться на какие-то традиции, участвовать в самого разного рода соревнованиях, в системе участвовать, где есть плановая работа, где есть методическая помощь, в том числе для тренерского состава. А еще подписание соглашения позволит развивать программу «Спортивная борьба в школу». Проект реализуется в округе с 2016 года. На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях оборудованы специальные залы для занятий этим зрелищным видом спорта. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин